Заруба с Алексеем будет интересно, это точно. Да, но только я, насколько я знаю, что Алексей на Арнольд не поедет. Но потом на России с ним увидимся в Екатеринбурге. Думаю, туда-то он точно поедет. Мне тоже очень интересно. Очень-очень хочу. И жалко, что он не поедет на Арнольд. Хорошая будет заруба на Арнольд. Да, состав такой сильный. Я думаю, еще там, помимо приглашенных, еще будут, я думаю, ребята хорошие. Так, которые уже получили приглашение за последние старты. Вот, поэтому надо делать форму хорошую. Не хорошую, а суперхорошую, лучшую. Перечень твоего спортпита. Спортпит у меня, БЦА, глютамин. Ну и все, как бы, ну из такого там, которые там, добавки уже идут. Вот это, элькарнитин, омега, хондрозамин. Что еще, витамины обязательно идут. Ну и все, больше ничего. Да, вальируется очень сильно, в зависимости от авторитета в судействе. Вот и хрен знает. Ну, я считаю, что это не главный показатель. Главный показатель, какая у тебя форма. У меня никогда не было никаких знакомств там с судейством. И не было тренеров, которые бы меня продвигали в судействе. И я при этом выиграл Россию и Москву, как бы, ну, я думаю, что я там нахрен никому не нужен. И никто за меня там слова не говорил. Потому что там были люди из Москвы, из Питера в категории, которые более выгодны были для победы. Ну, отлично. Очень рад тебя видеть, как говорится, восходящую звезду бодибилдинга. Да ладно. Ну, я на полном серьезе. Я просто говорю всегда о том, что если бы у меня была такая возможность 26 лет как-то проявить себя на профессиональном турнире, то я бы двумя руками был бы за. У меня просто, как говорится, некоторые годы прогорели. Тогда, когда я мог выйти в профессионала в 25 лет, допустим. Но у нас были слухи такие, что в NPC не возьмут, там еще что-то. Какие-то причины все придумывали, что бодибилдинг – это херня. Это вообще не способ работы. И, в общем, все это мешает. Ну, как видишь, прошли годы, и абсолютно все показывает ситуация по-другому. Единственное, что мне не нравится – это вот то, что… Меня слышно сейчас хорошо? Отлично. А что мне не нравится – это то, что Леша Лисуков все-таки вводит народ в заблуждение. Начал вот эту вот всю историю свою про деньги там рассказывать. И про то, что в нашей стране совершенно бессмысленно заниматься бодибилдингом. Ну, сядьте тогда все на жопу и сидите, и ничего не делайте. Я смело могу сказать о том, что в нашей стране люди, которые занимаются каким-то иным творчеством, они тоже, в принципе, в пролете. И тут, как говорится, выживают сильнейшие. Да, мы, конечно, как в джунглях живем. Но если вы не будете заниматься, то, в принципе, ваши годы пролетят. И я считаю то, что да, когда ты имеешь потенциал, вообще нет смысла терять годы. Терять годы, да. И деньги – это не все, на самом деле. Деньги не решают все. Решают окружение, тот человек, который рядом с тобой, который поддерживает. Вот. Да. Это большая, как бы, заслуга не только самого соревнующегося, но еще, как бы. Да, да, да. Это, как бы, все вместе. Поэтому, ну, очень рад за тебя. Я думаю, все будет отлично. И все равно готовься. Не падай духом, увидимся еще. Да, да, подожди, ты мне не дал договорить. Ты не расслабляйся, потому что я могу вернуться и достаточно серьезно. Говорю это на полном серьезе сейчас. Я очень азартный человек в плане спорта. И ты знаешь, что я всю жизнь свою посвятил только этому. Никогда нигде не разменивался. Были, конечно, ситуации, когда я немножко отходил, но все равно я понимал, что бодибилдинг – это мое. Время нельзя терять ни в коем случае. И нужно соревноваться столько, сколько вот в тебе есть этого запала, интереса. Не расслабляться и не быть старой мудрой обезьяной. Потому что нужно, чтобы у тебя были свежие всегда ощущения того, что ты приходишь и делаешь тренировку как первый раз в жизни. Чтобы это у тебя не пропало. Чтобы ты не чувствовал себя вот этим вот, понимаешь, человеком, который только раздает советы, который уже там все прошел. Я со старыми пердунами этими не связываюсь, которые, ну, мне сверстники. Мне сейчас 35. Я с этими мудаками вообще не общаюсь. Потому что они булки расслабили уже и ничего, как говорится, не хотят. Вот. Это все, как говорится, неправильно. И я считаю, что временно. Все равно они потом оглядываются и думают, что все-таки время потеряно. И обратно в одну воду уже не вернешься второй раз. Вот. Куда ты готовишься сейчас? У тебя Сарноль 29 сентября уже выход. А, ну, понятно. Меня тоже Сантоха приглашал. Он сказал, что оплатит все. Но, видишь, так сложилось то, что я взял отдых уже вынужденный. Было воспаление легких в течение года. Я даже не знал об этом. И как-то периодически переболел все это вместе с антибиотиками дважды. Да ты весну думаешь? Ну, я, наверное, весной буду в массе еще. Угу. Боже еще набирать. Я сейчас только начинаю набирать. Ну, как, я начну набирать форму. И уже даже там приседал свои 150 на 10. Ну, да ладно. Это, как говорится, не результат для меня. Да. Ну, начало положено. И, в принципе, я не до такой уж степени развалился. Нет. Одно дело, когда там уже два года делают перерыв. Уже после этого сложнее, я думаю, вернуться. Сложнее, конечно. Когда тут пару месяцев. Месяца четыре до пять, наверное. Четыре месяца такого интенсивного отдыха. Я, короче, потусил тут везде, где хотел. Короче, все. Желаю тебе всего хорошего. У меня 10%. Не хотелось бы оборваться. Оборваться не хотелось бы на какой-то такой ноте. Я думаю, еще что-нибудь, может быть, запишем с тобой. Какой-нибудь стрим, да, на канале, допустим, на моем в Ютубе. Не знаю. Не знаю, как-то там подключаются. Ну, мне было бы интересно тебя расспросить. А людям было бы интересно тебя послушать. Все-таки. А ты сейчас молодой, наверное, самый подающий надежды. Видишь, Леша Лисуков сдулся. А больше тяжей у нас нет. Все хотят фитнес, эти шорты, юбки. Не знаю, что они там хотят. Все, давай. Отключаюсь. Всем доброй ночи. Давай, удай. Вот такой он. Виталик, интересный, интересный человек. Весенчик такой. Мы с ним на Матвете один раз соревновались. Ну, там особо нас пообщались. Ну, я думаю, что еще много с кем познакомлюсь. И я на таких людей, как Шабуня, Виталий Фатеев, Голубочкин. Тронов Алексей и прочие-прочие-прочие. Там Юрий Леонов, Сергей Шелестов. Я на них много лет просто смотрел по ютубу. И все такое. И просто вот когда прошло тут 6 лет соревновательных. И уже там где-то выступали вместе. Где-то общались. И все такое. И это вот, ну, реально, да. Вот он говорит, что как бы не все в деньгах расценивается. Да. Ну, как бы это того стоит. Как бы для меня это были какие-то люди недосягаемые. А вот смотришь уже, мы с ними там соревнуемся на одной сцене. Где-то общаемся в одной тусовке. Блин, ну, это круто тоже. Как бы это того стоит тоже. Один из таких показателей, что деньги не главное. Привет, Илья. Как ты стал таким огромным? Ел много каши, мяса и тренировался. Тяжело. Пусть не смеются. Нужно идти к лучшему. Соревнованиях Илья Оонгер Орлд. Спасибо, Саид. Тебе тоже удачи. Продолжай в том же духе. Давай там. Чтоб тонну присел. Ой, чтоб тонну собрал точно. Добрый вечер. Пространку так нельзя. Привет, привет. Правильные слова. Согласен. Да, видишь, тут Виталия поддерживает. Молодец. Да, как бы сказал хорошие слова. Илья, ты с Шабу не общаешься? Ну как, мы когда видимся, тогда общаемся. Ой, так пару раз мы переписывались только буквально с ним. Не сильно близко знакомы, но многое нас сближает. Ой, так по-моему. Ой. 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 Ой.